В годовой жизни я от вас совершенно не завяжу. Мне, собственно говоря, абсолютно все равно, что вы скажете по поводу наших лекций, скажем, Боиса Лазовна, если вы делаете все равно лучше. Понимаете, да? Формально. А неформально это никогда не важна, а ваша оценка. Почему? Я человек из коммуналах. Я человек из коллективного мышления. Никуда не денешься от этого. Вот смотрите, первый шаг. Второй шаг вот этого самого ощущения. Мы сейчас с вами какими-то элементами психоанализа закрываемся. Почему без них не обойдусь? Это я собеседусь. Следующий шаг вот этого вот отсутствия. Чувство ценности личности. Заключается в том, что мы этой самооценки, мы не оцениваем себя. Мы оценку своих усилий ждем со стороны. И не просто от окружающих людей, а, как правило, от национально значимых окружающих людей. Мы не столько ждем, как бы, оценки от людей, от которых правда зависит, например, от пациентов. Но мы не ждем от них оценки. Мы от них денег ждем. Это несколько иное. А ждем мы оценки от главного врача, от больницы, от правительства, от центра, от людей, от школы и так далее, и так далее, и тому подобное. Но ждем мы не только оценки. Если мы внимательно скажем, что мы сможем сказать себе, что мы приехали сюда, потому что там нам кажется, что мы некомпетентны. А здесь мы ждем, что нам скажут, как правильно дадут некий верный рецепт. И вот тогда-то мы это чувство некомпетентности уменьшим, потеряем. Что-то с нами такое произойдет. Магическое. Общеизвестное, что при поездке на повышение квалификации, магическое, собственно, ничего не происходит никогда. Но я, например, знаю людей, если хотите, с синдромом зависимости. В 14 лет люди так некотые у меня, девушки так не приступили в работу, не учились. Ну да, ординатура, потом уродить, потом повышение квалификации, потом аспирантуру работать еще раз родить. После аспиранта он устал, поехал учиться еще куда-то. Что это такое? Это тотальное чувство собственной некомпетентности, правда? Как-то все охватно. Она свою жизнь замедила кастыря. К чему это приводит к поколению, к поколению помолосок, с которым мы непосредственно работаем? А приводит это к тому, что любые, то есть доходят до маразма, люди начинают на мужу, вот точно так же, как мы выносим ответственность за самих себя, что такое бесконечный процесс обучения? Да это попытка перенести ответственность за больного или за клиента, с себя на знания преподавателя. Почему достаточно большое количество людей никогда не работает во время занятий? Да потому что они не уверены, что их некомпетентность победить не я. И в силу этого они все равно будут служить, а делать то, что мы учились, все равно никогда не смогут. Потому что это я умею, а они никогда не научатся. Это и есть, господа мои хорошие, психология наркомана. И вот теперь я, может быть, я лучше пойму это, возвращаюсь в той самой приводительной подвески, а он чуть-чуть это везет. Он абсолютно точно с вами говорил. Он говорит, идешь на улицу, покупать себе состояние, как будто картридж или компьютер покупаешь. Он, наверное, программа. Понимаете, какая штука? Чувство ценности собственной личности или чувство границ своего я. Там по-разному это, в разных психологиях это называют. Ценность отдельности. То самое, что лежит в основе конституции США. Распитыватель. Подростковый возраст. Возраст, становление. Смысловых понятий. Главный вопрос 16-18 лет. Из учебника психологии. Зачем я купю в этом люди? Чего мы его отвечаем? Купи жвачку Риглис. Я говорю, что ты будешь абсолютно счастливым. Вопрос не в том, абсолютно не в том, это жвачка Риглис или какая-нибудь другая покупка. Вопрос в том, что можно пойти и купить состояние психологическое. Любовь. Причем, так как можно пойти и купить, то деньги, естественно, есть у родителей. Поэтому и купить, да еще и тем, всего прочего, эти состояния должен не я. И это не просто некоторая паразитарная позиция. Я вас уверяю, у вас есть инцин. Потому что если вы будете учиться, пользоваться любой психологической техникой, ну, если хотите, то у вас появляется функция, вы можете сказать любому, в тебе есть точка покоя, и ты боишься, тревожишься, беспокоишься, потому что не можешь не обернуться к этой точке покоя, найти ее в себе. Вы можете сделать человеку легче. И многие мои наркоманы, между прочим, не договорят. Александр Григорьевич, ну вы это вот помогаете, а я тут зачем? У них феномены как-то происходят похожие, но проблема в том, что они по-другому выглядят. Это усталость определенного типа культуры. Отсюда революционные молодежь, которые были в 60-х годах по мере и Европе. Отсюда там последовавшие феномены, как бы, наркотизма и так далее. У нас это абсолютно свежий феномен. Он основан на том, что мы всех с вами вместе наркотически. У нас я обидно, а ответственность, радость, мысли, смысл жизни – это все где-то там в стороне. Вот, на мой взгляд, возвращением этих двух понятий есть смысл любой психотерапии. И, кстати говоря, смысл любой, на мой взгляд, на сегодняшний день – возможность реабилитационной работы. Однако, даже ослаболумленные больные, когда я говорю, смысл не в том, что ты бросил на работе, а смысл в том, что ты сейчас к меня отсюда придешь и будешь вон там, вон там, в 10-й палате работать, учить бросать других. Появляется смысл. Именно на этом построены анонимные алкоголики и наркоманы. На репродукции И. Я вас сейчас научу, а вы пойдете на эту самую стрелку, на которую вы все столкнулись, и вы попробуете сказать, ребята, раз, два, три, четыре, то, что вы отсюда вынесли, появляется смысл. По этому всегда имейте в виду техника имеет смысл, тогда, когда подготовились подростка для того, чтобы он помогал другим, потому что он уже лечится, а другие там на улице гибнут. Такое косвенное, боковое положение ответственности. Мы их с вами не сможем воспитать. Правда, сейчас? Это бесполезно абсолютно. То есть тут не абсолютно, это очень сложная задача. Это задача как бы стационарных регуляционных центров. Но мы можем попробовать возложить неслабую ответственность. Опять же, я говорю, не очень любимую систему, которая называется Ебюгин. Это называется аффирмацией. На самом деле, это самое правильное слово. Это форма письменных обязательств. Письменных обязательств, которые декларируются и вывешиваются на стену. Письменные обязательства, которые висит в палате, в амбулаторе, в квартире, является вообще, говоря, магическим актом. Этот магический акт автоматически накладывает большую ответственность. Для чего? Вот я так повешу диспансерную стену, как тут мои карты, повешу диспансерную стену, то, что ты мне обещал. Это будут видеть другие, и все будут знать, что Федька с малой прогонной плит завязал. И это будет, знаешь, даже авторитет. Это будет важный дедактор. Федька проходит мимо и видит другие, и смотрит. Он теперь как бы эти логические акты, так частью за них отвечает. Вы можете в эти истинные обязательства, что вам понравится, говорить.